Всем привет, с вами Бивер и Настальные Игры. И сегодня у нас распаковка. Распаковка игры, которая только пришла с Кикстартера. Это Robin Hood and the Merry Man. Эта игра собирала свои средства на издание еще в феврале месяца этого года. А уже в конце ноября она была отослана всем бейкерам и они их получили. И сразу же хочу сказать спасибо большое магазину Все Игры за экземпляр игры для распаковки. Для того, чтобы посмотреть, что это за игра и какие же компоненты лежат внутри ее. Ссылки на магазин будут в описании. В общем-то, это евроигра. Очень серьезная, про Робин Гуда и его веселых парней. Целая орда, я бы сказал, авторов у этой игры. И все они, я так понимаю, наверное, польские. Штаматовска, Тушевский, Крестевский. Я не 100% уверен в этом, но я думаю, так оно и есть. Игра есть, она у нас в Final Frontier Games, издательством таким. Это игра от 1 до 5 игроков, 14+. И весит она очень даже немало. В общем-то, в этой игре мы выступаем за Робин Гуда и его веселых парней. И стараемся, как всегда, в Шерверском лесу навести шороху. И, соответственно, пограбить богатых. И отдавать все это бедным. В общем, давайте взглянем на то, что же за компоненты лежат внутри у нас коробки. Ну, картон, конечно, здесь очень толстый у коробки. Не пожалели его. Итак, ну что ж, переходим к содержимому коробки. Что лежит у нас внутри? И первое, что нас включает, это персональные планшеты игроков. И здесь их у нас 6 штук. Вот так вот выглядят персональные планшеты у нас. Довольно толстый картон. С обратной стороны ничего, в принципе, нет. Здесь у нас изображаются локации для наших миплов, для нашего главного персонажа. А также ячейки для наших ловушек и баррикад. Ну и, соответственно, места для розыгрыша карт. К сожалению, я должен отметить, что здесь у нас 6 одинаковых планшетов. Хотя, по факту, должно быть 5 одинаковых. Один для соло-режима. Но, как бы, на сайте производителя так и указано, что у многих людей есть, как бы, проблемы с комплектацией. Поэтому это возможно. Так, следующее. Это у нас подсказки для игроков. Здесь у нас указывается центральное поле и место расположения наших, ну, возможные действия, которые мы можем выполнить. А также две фазы, из чего состоят эта фаза веселых парней и фаза героев. А также с обратной стороны у нас указываются очки, которые мы можем получить по ходу игры и те, которые мы получаем в конце игры. Опускаемся глубже. Здесь у нас картонные компоненты. Сразу хочу сказать, никакого тиснения на картоне нет абсолютно. Просто гладкий картон, но уже чувствуется, что очень легко он будет выдавливаться. В общем, вот такая небольшая жменька. У нас здесь картонных компонентов, да. На самом деле, я сказал немного неправильно. У нас есть планшеты и, в принципе, они все должны быть одинаковые. Потому что у нас есть специальная накладка. Я-то думал, будет специальный планшет для соло-режима, а здесь есть специальная накладка, которая позволяет превратить данный планшет в планшет для соло-режима. Ну, картон, в принципе, толстоватый, приятный на ощупь. Глянцевая поверхность, ничего лишнего. Ну, и все выглядит довольно-таки хорошо. Итак, дальше у нас две книжки. Первая – это у нас сама книга для полу-кооперативного режима «Robin Hood and the Mermaid Man». И вторая – это для полного кооператива и соло-режима. То есть игра у нас, в принципе, поддерживает абсолютно любой режим. От соло до полного кооператива с промежуточным полу-кооперативным режимом. Вот так вот. Глянцевая бумага, ничего лишнего. Ну, хочу отметить единственное то, что очень-очень красиво проиллюстрированы правила. Конечно, но, правда, невероятно классные правила. Их хочется и хочется листать, читать и изучать. Ну, действительно, очень круто. Игровое поле. Шервудский лес, Нотингем, разнообразные локации для заработка разнообразных бонусов, куча мест. Все очень круто сделано. Правда, мелкое тиснение на самом поле. Ну, арт, конечно, очень крутой. Да, кстати, хочу сказать насчет арта, что художником данной игры является художник, который сделал Vikings of the North Sea. То есть, он тоже иллюстрировал ту игру. И, ну, действительно, арт просто восхитительный. Ну, вот мы и добрались до сердца. Это органайзер, в котором уже уложены некоторые компоненты. Да, здесь у нас есть кубы, карты, деревянные компоненты. В общем, много всего интересного. Ну, давайте по очереди с деревянных вот таких вот элементов. Дайсы, которые есть у нас в игре, они поделены здесь на 5 цветов. Есть у нас черные, коричневые, розовые, зеленые и оранжевые. Вот. Ну, все они нужны для того, чтобы выполнять некие функции проброса на успех. Вот. Если выпадать будет символ орудия, то, соответственно, успех. А щита, соответственно, промах. Ну, и здесь попадание в цель и щита. Вот такие вот классные кубы. Действительно, очень яркие, сочные. Кстати, дополнительно здесь есть еще вот такая вот монета. Я не знаю, что она здесь дает. Может быть, это маркет первого игрока. Надо прочитать в правилах. Но она металлическая и очень тяжелая. Это очень круто. Для коллекционеров, ну, я думаю, чуть ли не must have. Ну, и две колоды карт, которые есть у нас. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что же лежит у нас внутри каждой из этих упаковочек. Итак, ну что ж, вот такие вот две колоды у нас есть. Тиснение под лен. Карты не очень плосные, но приятные на ощупь. Все, конечно же, идеально. Это наши персонажи, я так понимаю. Jane Fortune, то есть Little John, Maid Marian, Robin Hood и Will Scarlet, за которых мы можем играть. А дальше пошли карты, соответственно, веселых парней. Вот так вот. Да, арт действительно клевый. Ну, просто шикарно. Так, я так понимаю, это можно отложить. Дальше у нас пошли карты. Это карты событий, я так понимаю, да? Неких событий, да. Это карты злодеев. Вот, то есть с такой рубашкой. И здесь некие злодеяния, которые будут происходить по ходу действия героев. Ну, опять же, арт, арт, ребята, арт. По каждой карте свой арт. Блин, это круто. Продолжим маслать колоду. Дальше у нас снова опять. Карты веселых парней. Так, это задание от короля, который игроки могут выполнять. Дальше это уже дополнение пошло в ход. Карты, это воры, карты воров, нет, шпионов, карты шпионов, которые могут вводиться в игру. Да, вот эти карты, это походу не то, что я вам сказал. Это, в общем, что-то другое, я не знаю. Может быть, дополнение какое-то, я, честно, не суть. А вот такие вот карты. Это карты злодеев, которые по ходу игры игроки будут доставать и будут, соответственно, выполнять те действия, которые будут они предписывать. Вот, а это уже специально тоже дополнение, 5 карт для короля. Для королевского турнира лучников. Ну что ж, вот такая вот комплектация ожидает каждого, кто будет приобретать себе игру Robin Hood and the Merry Man. Ну что ж, что я еще забыла сказать. Это пару вещей. Первое, это два мешочка, которые здесь есть. Они вот такие вот, они очень приятные на ощупь. И в них забрасываются различные элементы. Первый, это для телег. А второй, для жетонов лута, которые у нас выглядят именно вот так вот. С зеленым каком-то мешочком. Так, ну и последнее, это, конечно же, органайзер, в который это все помещается. Довольно-таки удобная вещь. И посмотрим, насколько это будет удобно, конечно, внутри лежать. Но всегда органайзер, это большой плюс игре и самой коробке. Так что, в ближайшее время, ребят, смотрите и следите за новостями на канале. Потому что появится обзор на данную игру. Мы разберем, как же играть в эту игру. Могу сказать сразу, она очень комплексная. Она очень антуражная и очень интересная. Это 100%. Ну и, конечно, мне надо протянуть немного свою информацию о самом Робин Гуде и его деяниях и всем остальном. Потому что здесь история довольно-таки глубокая. Хоть это и чистое евро. Ну и, конечно же, спасибо большое еще раз магазину Все Игры. За эту игру. Она мне просто понравилась очень сильно. По внешнему виду прям вообще. Да, ну, конечно же, если вам тоже она понравилась и понравилось это видео, то ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии под видео. Ведь этим всем и помогаете каналу в развитии. Любите настолки и играйте в них. Ну, а с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok